Мы уже написали множество функций, и большинство из них работает так. Принимает какие-то аргументы, рассчитывает что-то, используя эти аргументы, и возвращает ответ. Ваши функции, даже те, которые используют другие функции, хороши тем, что они предсказуемы, стабильны. Например, функция вычисления площади, которую вы писали в самом начале, даете ей число, и она возвращает ответ. Если ей дать то же число снова, вы получите тот же ответ. Нет. На самом деле, сколько бы раз вы не повторяли ее вызов с вводом одинаковых значений, результат всегда будет идентичным. При вычислении значения, которое она возвращает, эта функция не принимает во внимание ничего, кроме данного ей аргумента. Совершенно неважно, сколько сейчас времени, какая сейчас погода, какие еще функции выполняет программа, какие значения у других внешних переменных, функции вроде этой называются детерминированными. Это слово пришло из физики и философии. Детерминированная система – это что-то, что дает одинаковый результат из определенного начального состояния. Некоторые философские теории рассматривают идею предопределения реальности, и то, что случается, случается потому, что не могло быть иначе. И вообще свободы выбора не существует, и вам было суждено посмотреть сегодня именно это видео. Но мы отвлеклись, давайте к делу. В программировании детерминированная функция – это функция, которая всегда производит тот же результат при одинаковых вводных данных. И вам, наверное, интересно, как еще может себя вести функция. Ну, недетерминированная функция непредсказуема, ее результат зависит от чего-то еще. Например, представим функцию, которая принимает почтовый индекс и возвращает погоду на данный момент. Она, по всей видимости, подключается к метеорологическому серверу через интернет и отдает разные результаты в разное время, потому что погода меняется. Еще более простой пример – это генератор случайных чисел. Обычно в любом языке программирования есть какой-нибудь встроенный способ генерации случайных чисел, и в JavaScript он выглядит так. Как видите, каждый раз, когда вы вызываете его с одинаковыми аргументами, в данном случае никаких аргументов вообще, результат всегда новый. Эта функция недетерминированная, но в этом вся ее суть. Генератор случайных чисел должен давать вам разные числа по определению, даже если вызовы функции выглядят одинаково. Детерминированные функции лучше во многих аспектах, но не все функции могут быть детерминированными, и это нормально. Можно взять себе за правило – если функция может быть детерминированной, лучше ей такой и быть. Детерминированные функции предсказуемы, они менее хрупкие, о них проще рассуждать и представлять их. Использовать их тоже проще, собирая из них сложные структуры и программы. Так как детерминированные функции всегда производят тот же результат из тех же данных, их можно оптимизировать. Они могут запоминать результат для конкретных данных и просто возвращать запомненное значение, когда в них поступят те же данные, вместо того, чтобы выполнять заново целое вычисление. И если функция детерминированная, все гарантированно будет в порядке. Мы должны затронуть еще одну тему перед тем, как рассматривать самый красивый и замечательный тип функций. Существует понятие «побочные эффекты». Это то, как функция изменяет внешний мир. Функция Surface Area Calculator, рассмотренная чуть раньше, не имеет никаких побочных эффектов. Она ничего не меняет за своими пределами. А вот ваш хороший друг, функция Console.log, имеет. Она выводит что-то на экран. И эта штука, экран, определенно что-то за рамками функции. Это компьютер, мир, в котором живет функция. Или рассмотрим следующий код. Функция f меняет значение глобальной переменной a. Эта переменная с точки зрения функции находится во внешнем мире, а функция f меняет ее. Поэтому у f есть побочные эффекты. Опять же, это неплохо, поскольку программа без побочных эффектов не может быть полезной. Мы хотим, чтобы наши программы что-то делали, как-то меняли мир, показывали что-то на экране, шумели, отсылали электронные письма и так далее. Но минимизировать побочные эффекты в ваших функциях и программах возможно. И это на самом деле хорошая идея. Хотя и f, и Console.log имеют побочные эффекты, эти функции детерминированы. f всегда возвращает true, а Console.log всегда возвращает undefined. То, что возвращает функции, не имеет ничего общего с тем, как они влияют на внешний мир. Не путайте вывод на экран и возврат. Вывод на экран — это просто действие, то, что выполняет функция Console.log. Но она также возвращает значение, всегда undefined. Если f вернет значение a вместо true, то она, очевидно, недетерминированная функция с побочными эффектами. Вы никогда не можете точно знать, какое f вернет значение, пока не узнаете что-то еще. Это зависит от внешнего фактора, а именно от текущего значения переменной a. Чем меньше побочных эффектов имеет функция, тем лучше. Когда функция детерминированная и не имеет побочных эффектов, мы называем ее чистой функцией. Настолько она предсказуемо чиста и прозрачна. В этом смысле чистые функции близки к математическим. x в квадрате с одним и тем же значением x всегда будет давать одинаковый результат, а вычисление квадрата x не будет менять сам x. Все, что касается чистых функций, кажется проще. Они проще для чтения, проще для отладки и поиска ошибок, проще для тестирования. Чистые функции в системе не зависят ни от чего по определению, поэтому порядок, в котором они вызываются, не имеет значения. Это значит, что их легко запустить, например, параллельно, одновременно, на разных процессорах или даже разных компьютерах. Чистые функции живут вне времени. Само понятие времени, действий, протекающих в какой-то последовательности, не касается чистых функций. Время их не беспокоит. Когда вы смотрите на чистые функции, читаете код, делаете отладку, тестируете или просто используете их. Вам не нужно думать о времени, о том, что случилось до и что случится после. Это дает некоторую свободу, и все простые штуки, касающиеся чистых функций, последствия этого факта. Недетерминизм и побочные эффекты добавляют понятие времени. Если ваша функция зависит от чего-то, что может случиться, а может не случиться, и изменит что-то за своими пределами, то она внезапно становится зависимой от времени. Тогда становится важным, в какой момент времени произошел вызов функций. Становится тяжелее думать, тестировать и работать, потому что вам нужно принимать во внимание это новое дополнительное измерение. Это был заключительный урок курса «Введение в программирование». Вы освоили много фундаментального материала и научились писать код. Помните, чем лучше фундамент, тем выше потолок. Именно поэтому мы в этом курсе не старались как можно скорее сделать сайт или игру для телефона. Мы занимались изучением важных фундаментальных тем программирования. Если вы смотрели видео, но не выполняли упражнения и тесты, то обязательно сделайте это. Курс рассчитан именно на это, а видео сами по себе – это только часть процесса. Есть большая разница между «кажется, понял» и «умею». А что делать дальше? У нас на Хексельте есть целые программы обучения, называемые профессиями. Курс, который вы только что закончили, это первый шаг в этих программах. Дальше вас ждут множество более глубоких курсов с упражнениями, тестами, с дополнительными материалами и бонусными заданиями. Важная часть программы обучения – это полноценные проекты, над которыми вы будете работать на своем компьютере, а наши менторы будут помогать вам. И я надеюсь, что программирование станет важной и интересной частью вашей жизни. Спасибо, удачи и пока!